Запретить доступ к IT-компаниям, поисковикам и соцсетям, связанным с Россией. Такой указ подписал президент. В черном списке более полутысячи фирм и ресурсов. Среди них популярны ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Мейл.ру и программа 1С. Причина – защитить пользователей от антиукраинской пропаганды. А вот какие следствия будут у этого решения в нашем сюжете. В санкционный список попали более полутысячи компаний. Среди них такие, как сервис Мейл.ру, поисковик Яндекс и соцсети Одноклассники и ВКонтакте. Украинским провайдерам доступ к ним будет закрыт. В компании из черного списка на новость отреагировали молниеносно и по-разному. Сервисы Мейл.ру считают, что особенно не пострадают от санкций, поскольку в Украине на них не так много подписчиков. А вот в популярной сети ВКонтакте возмущены. Говорят, санкции неправомерны и пострадают прежде всего пользователи. Одноклассники тоже негодуют. Антиукраинского контента говорят у них нет и запрет называют незаконным. В группе же Парус, разрабатывающей программное обеспечение, заявлениями решили не ограничиться и намерены идти в суд. Вот что говорят их представители в Украине. Я хочу прокомментировать закон, который вышел в том смысле, что мы есть украинский разработчик. Разработчиками нашего программного обеспечения есть граждане Украины. Авторские права належат гражданам Украины. Это подтверждается свидетельствами Державной службы интеллектуальной власти. Мы считаем, что нормы этого закону есть неправомерными и мы будем отстанавливать наши права в соответствии к законодавству. То есть мы будем бороться за себя. Юристы уверяют, что судебные иски вполне вероятны от многих компаний с черного списка. И украинской стороне придется объяснить причины запрета. Но у тебя должны будут быть основания под это. Какая была незаконная деятельность, в чем она заключалась, как это задокументировано. И тогда уже суд будет это все взвешивать. Продуктами компании 1С, тоже запрещенной отныне, пользуются 80% предприятий, а именно бухгалтерскими программами. И это уже влетит в копеечку отечественному бизнесу, если вообще не застопорит работу многих фирм. Запрет программ 1С, которым пользуются 80% украинских предприятий. Ну если для маленькой фирмы это 300-500 долларов, для большого предприятия это уже счет на тысячи. Ну где-то вот на треть миллиона украинский бизнес попадет с этим запретом. Отреагировали на запреты правозащитники. Говорят, такие меры власть должна предпринимать осторожно. Закрытие доступа к любым ресурсам должен быть предпринят только как крайний мер. И только в определенных случаях. Это решение и эта тенденция нас в общем беспокоит. Мы считаем, что у людей должен быть доступ к разным мнениям, к разным источникам. Тем временем Укртелеком уже начал работать во исполнении указа. Наразі наши технічні фахівці роблять попередню оцінку, что нужно сделать. И мы считаем, что щонайменше тиждень будет нужно для того, чтобы увидеть результаты. Пока что ничего не начали блокировать сегодня. Насколько я понимаю с текстом, фактически с 15 числа. Но процесс этот довольно сложный. Он требует технических роботопробий. Поэтому он происходит в часе. Незамедлительно исполнять указ провайдеров призвал секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня на заседание Совета. По словам Турчинова, у значительной части интернет-провайдеров такая техническая возможность есть. Эти мережи использовались для, с одного боку, незаконного сбору информации. С другого боку, через них ведется фактическая информационная агрессия против нашей Украины. Пока Служба безопасности готова информационный лист, который, я надеюсь, уже завтра отримают украинские провайдеры. Я возвращаюсь к украинским провайдерам, не ждать информационного листа от Службы безопасности, а уже сегодня начинать блокировать российский контент. Напомню, согласно указу, до 1 июня все интернет-провайдеры должны заблокировать ресурсы из черного списка.